Воспользуемся инструментом, который позволит нам помочь созданием технического задания для рич-контента, для непосредственно фотосессий, с помощью вашего описания товара. Можете это провести с помощью любого искусственного интеллекта. Прямо здесь и сейчас в режиме реального времени мы с вами создадим техническое задание для рич-контента и техническое задание для создания фотографий. Вы 100% сталкивались с проблемой того, что нужно прописать техническое задание фотографу, чтобы конкретно получить нужный результат. Но есть проблема в том, что, во-первых, не знаешь, что писать, во-вторых, не знаешь, какой результат получить. Ну и, скорее всего, вы сталкивались с тем, что рич-контент и на вайлберс, и на озон вроде создавать надо, а дизайнеру техническое задание по основным преимуществам товара тоже нужно написать. Сегодня мы с вами посмотрим и воспользуемся инструментом, который позволит нам помочь созданием технического задания для рич-контента, для непосредственно фотосессий. И все это можно делать только с помощью вашего описания товара. Приступаем. Что хочу сказать. Небольшая предыстория, чтобы вы понимали контекст данного видео и как вообще оно пришло мне в голову. Я сейчас для курса подбираю новые сервисы аналитики. Не в смысле, что они новые, а мы просто в курс добавляем те, кого у нас еще не было, для того, чтобы расширить грузогазоры наших учеников. Никакой рекламы курса здесь не будет. Мне вообще без разницы, пройдете вы или нет. Так вот. И удивительным образом в последние несколько дней до меня дозвонила Сэкхэдс. Они мне звонили, 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 звонили. Все, звали на презентацию. И в один момент я думаю, а что бы не посмотреть, что у них есть, хотя я о них знаю достаточно давно. Посмотреть, что у них есть. Может быть, они придут к нам на курс непосредственно сервисом аналитики, который будет рассказывать, во-первых, полезные вещи для наших учеников с точки зрения аналитики, с точки зрения каких-то вещей, но не суть. Ну и плюс дадут доступы. На курсах всегда по договоренности дают доступы для учеников. И вот, мне сделали презентацию, и мне там понравилась функция работы с искусственным интеллектом. Сразу хочу сказать, это не рекламный ролик, это не попытка рекомендовать данный сервис, потому что все рекламные ролики у меня официально маркируются, и я надеюсь, вы это прекрасно знаете. Мне понравилось то, как мне показали работу с искусственным интеллектом. На самом деле, вы можете это провести с помощью любого искусственного интеллекта. Но здесь, из-за того, что все-таки это в рамках сервиса аналитики, намного проще это сделать, лично было для меня. И поэтому я решила вам показать, как с помощью искусственного интеллекта, готового инструмента и описания товара, прямо здесь и сейчас в режиме реального времени, мы с вами создадим техническое задание для рич-контента и техническое задание для создания фотографий, для фотосессий. Итак, у нас с вами есть карточка товара. Нам нужно что сделать? Зайти в все характеристики и описания и скопировать описание, которое есть. Сразу хочу сказать, конечно, на результат вашего технического задания будет очень сильно влиять то описание, которое вы используете, потому что если там написано все от балды, понятное дело, какой бы ни был искусственный интеллект, то он не напишет важные особенности. Все-таки описание должно быть полезно. Итак, мы с вами вставляем описание в сообщение, это вот как раз инструмент у ЭКХЭЦ, и добавляем сюда требование, запрос, составь описание, я вам сразу его скопирую, составь описание основных преимуществ, исходя из описания товара на площадке ВБ. И мне сейчас ЭКХЭЦ прямо в режиме реального времени пишет основные преимущества набора стильных и практичных салфеток плейсмоп. Что мы с вами видим? Идеальный размер с размерами 40 на 40 см и так далее, и так далее, комплектация, высокая плотность материала, качественный материал, разнообразие составов материалов, стабильность формы и размеров после стирки, универсальность использования, создание атмосферы, уюта и гостеприимства, рекомендации по уходу. Что теперь вам нужно? Это вот первый шаг для того, чтобы создать рич-контент. Что вам теперь нужно? Конечно, без дизайнера мы не обойдемся, но либо вы пользуетесь другими инструментами, которые вам создадут по описанию еще и картинки. Но вот по этим девяти преимуществам вы уже можете направить непосредственно в сторону дизайна, требования, которые нужно указать. И вот так вот тезисно, немножечко доработав конкретно под свой продукт, вы уже можете прислать, например, первый слайд, либо какая-то половина первого слайда. Идеальный размер и указано. С размерами 40 на 40 см подходит для большинства обеденных кухонных столов. Обеспечиваем не только удобство использования, но и защиту поверхности от загрязнений. Я бы, наверное, сократила, чтобы не было долгого размазывания. Но само по себе преимущество и то, как оно расписано, очень хорошее. И таким образом мы с вами берем первую картинку, добавляем туда фотографию непосредственно нашей салфетки и дальше прописываем, что идеальный размер 40 на 40 см, во-первых, подходит для большинства столов, а во-вторых, защищает поверхность от загрязнений. То есть мы из этого кратко сократим. Вот он, первый пункт. Дальше идем, то же самое. Комплектация тоже является плюсом. В комплекте 4 салфетки. Отлично подойдет для семейного использования или для регулярной смены, поддерживая чистоту и порядок в нашем столе. То же самое, добавляйте фотографию с четырьмя салфетками, было бы классно, если бы это был пример прямо сервировки всеми четырьмя салфетками, и добавляйте эту информацию. И таким образом под каждое преимущество подбирайте фото и размещайте это все на рич-контенте. У Wildberries можно вот из таких 9 пунктов сделать, ну, на 4,5, 5 слайдов, которые будут доносить важность вашего товара и продавать этот товар. Вот это реально крутая штука. Можете попробовать и в, допустим, в Яндекс. GPT у них тоже достаточно хороший искусственный интеллект. Я там тоже, кстати, создавала и описание, в принципе, и с точки зрения рич-контента работала. Можете здесь воспользоваться. Кстати, что хочу сказать. Не знаю. Я бы просила у них, чтобы для тех, кто посмотрит это видео, дали больший доступ непосредственно к сервису. Пока мне в рефералке отказали. Ну, чтобы вам дали доступ бесплатно, чтобы вы могли попробовать. Но я надеюсь, к дате выхода этого видео я все-таки, ребят, дожму. Реально, без каких-либо денег никто не платил. Вот честно, чтобы вы попробовали. Идем с вами дальше. Мы с вами составили основные преимущества. И теперь наша задача узнать, о какой аудитории важны эти преимущества. Мы с вами переходим на целевую аудиторию. Вводим этот запрос и дальше ждем. И описанные преимущества нам с вами непосредственно искусственный интеллект выделяет в целевую аудиторию. Первое, это семья с детьми. И конкретно написано, для чего это нужно. Любители домашних ужинов и приемов гостей. И тоже самые основные преимущества, почему им это важно. Владельцы ресторанов и кафе. Это вообще для меня отдельная тема. Это моя целевая аудитория в большей степени. Далее, люди, следящие за интерьером и стилем. Экологически осведомленные потребители. Любители функциональных вещей. Организаторы мероприятий. Вот это, кстати, очень хороший список вашей целевой аудитории, с которым можно приходить к людям, которые подбирают блогеров, и говорить, вот какая аудитория нам нужна у ваших блогеров, у которых мы будем закупать рекламу. Все очень просто и максимально понятно. Я, кстати, только сейчас задумывалась об этом, что можно использовать таким образом. Вы можете в 7 направлений, ну в рамках данного примера мне добавили 7 направлений, 7 с детьми, рестораны, люди, следящие за интерьером, экологи, любители функциональных вещей, организаторы мероприятий и праздников. Таким образом вы можете для себя взять каждую целевую аудиторию, взять пару блогеров и протестировать результативность. И посмотреть, на какой из этих аудиторий будет лучший результат. Потому что мы думаем, что салфетки это что? Это мамочка какая-нибудь, женщина там 35-40 лет решила квартиру обустроить. А по факту это намного большая целевая аудитория. То же самое касается и вашего товара. То же самое можно сделать. Идем с вами дальше. Это уже прекрасно. И наша с вами задача теперь, исходя из ЦА и преимуществ, мы дошли до самого главного. Написать 3 идеи для фотосессии. Сейчас мы дождемся. Да. Исходя из целевой аудитории и преимуществ продукта, вот 3 идеи. Можно написать 4, 5, 6, 2. Неважно. Можно написать не просто фотосессии, креативные фотосессии, для фотосессии с моделями. То есть здесь вы можете дорабатывать. Вам не обязательно эти запросы использовать. Но можно и эти, конечно. И еще раз повторюсь, можно использовать то, что я вам сейчас покажу. И в других инструментах. Нужно в этом. Итак, первый вариант. Это семейный ужин на открытом воздухе. Показать, как салфетки и плейсматы способствуют в создании атмосферы и конкретных сценарий. Дальше стильная сервировка стола в современном интерьере. Сценарий. Организуйте фотосессию в интерьере с современным дизайном кухни или столовой. И романтический вечер для двоих. Если правильно использовать эту информацию, это облегчит вам диалог непосредственно фотографа, облегчит вам подбор студии, в котором будет проходить фотосессия, облегчит вам непосредственно всю съемку и результативность вашей съемки. Вот такими простыми вещами, что немаловажно. И еще самое главное, что мы из этого можем сделать, что мы это с вами сделали всего лишь за пару минут. Да и то. Большую часть времени я еще вам болтала и рассказывала дополнительную информацию. И таким образом мы с вами вот в рамках небольшого ролика сейчас закрыли для себя потребность создания ТЗ для речь-контента, создания ТЗ для фотографа и подбор целевой аудитории под ваш товар для того, чтобы подбирать блогеров. Ну или вообще, в принципе, готовить контент под ту или иную целевую аудиторию. Все. Максимально просто. Без каких-либо проблем и сложностей. Но единственное, что я хочу отметить в конце этого видео. Даже если вы составляете подробное техническое задание для фотографа, я очень рекомендую, очень сильно рекомендую присутствовать вам на съемках. Почему? Потому что, если у вас глаз наметан, вы сразу сможете поставить самостоятельно кадр, как вас интересует. Я так, например, хожу сейчас на автосессии, и я сама присутствую на съемках. Потому что без моего контроля не получается тот результат, который я хочу. А по факту нужно понимать, что фотограф без обиды к фотографам, ни в коем случае не хочу их обидеть, но это человек, который нажимает на кнопку в тот момент, когда это нужно. Настраивает свет, настраивает фотоаппарат и нажимает на кнопку в свое время. С точки зрения выстроения кадра, по факту, должен быть еще человек, который занимается режиссурой практически вашей съемки. Но у нас обычно такого нет, и у нас фотограф многорукий, многоног, и потом за час работы он практически ничего не успевает, и результат не всегда тот, который мы хотели. Поэтому моя рекомендация либо самостоятельно, либо если у вас есть человек, который этим занимается, режиссер съемок, посещать. Потому что вот когда сейчас мы отработали, когда я присутствую на фотосессиях, кадры просто продажи огонь. Не рекламирую себя тоже. Не буду ходить ни на чьей фотосессии. Спасибо за предложение заранее. На этом все. Заканчиваем видео. Вам большое спасибо. Комментарии, делиться этим видео, обратная связь, подписки на канал и все остальное. В следующих видео, в других видео большое количество пользы. Не пропускайте. Кстати, как делать рич-контент для Wildberries. У меня есть видео на этом канале. Также у меня есть видео, как работать с искусственным интеллектом для создания фотографий. Поэтому рекомендую эти видео тоже вам посмотреть. Все. Пока-пока. Встретимся в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!